Ну что же здесь комментировать? Это в конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы. Только после этого можно сказать что-то по сути. Но сам факт того, что это состоялось, это печальный очень факт. Но я бы хотел сказать только то, что мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода. На мой взгляд, я в этом глубоко убеждён, такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот, только укрепляют деловый климат в России. Все должны знать, и наши партнёры, и внутри страны, мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения, кого бы то ни было, закон будет применяться одинаково ко всем. Что касается сделки по башнефти, то никак это не может повлиять, это событие печальное, на сделку Роснефти по приобретению пакета башнефти. Более того, мы рассчитываем на то, что синергетический эффект будет значительным. Ведь мы когда высказывали сомнения по поводу целесообразности приобретения башнефти Роснефтью, мы говорили о том, что контрольный пакет в Роснефти принадлежит государству. Но это, кстати говоря, не государственная компания, значительный пакет 19,5%, по-моему, процентов, сколько там, прилежит иностранному участнику, Бритиш Петролиум. А вот следующий шаг приватизации самой Роснефти – это прямая приватизация госсобственности. Поэтому мы в этом смысле никак не отказываемся от своих первоначальных планов по приватизационным сделкам. И, разумеется, и правительство, и менеджмент Роснефти будут работать над реализацией второго шага этого плана, то есть над продажей пакета самой Роснефти. Да, кандидаты, конечно, есть, их несколько. Мы с председателем правительства только что об этом говорили, с некоторыми другими членами правительства, у нас как минимум 3-4 человека есть кандидаты. Я вот сейчас вернусь, мы окончательно с этим разберёмся и поставим точку.